В Брестской области зарегистрированы четыре еврейских национально-культурных общественных объединения. В нашем городе проводятся мероприятия, посвященные трагическим для еврейского народа датам и событиям. Увековечивается память нашего земляка, а впоследствии шестого премьер-министра Израиля Минахима Бегина. Ведётся работа по сохранению еврейских надгробий. Всё это – хорошая основа для дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества с государством Израиль. Временно поверены, в делах которого на территории нашей страны прибыл в Брест с рабочим визитом. Цель визита ознакомительная. Я в Белоруссии не так долго. Я работаю здесь ровно три с половиной месяца. Это мой первый официальный выезд за пределы Минска. Причина, во-первых, всё же на автомобильных номерах у Брестской области номер один, поэтому логично поехать, прежде всего, в Брест. Потом для меня этот визит имеет определённое личное значение, потому что моя семья частично происходит отсюда. Мой дед родился в Бресте. Темп роста внешнеторгового товарооборота Брестской области с Израилем за 9 месяцев текущего года вырос на 117%. А для того, чтобы наметить дальнейшие пути взаимовыгодного сотрудничества, губернатор области Юрий Шулейко остановился на достижениях региона, его туристическом и культурном потенциале, экономике и промышленности. Это переработка, это мясокомбинат у нас, так сказать, громаднейших получается. Три, есть частные мясокомбинаты, молочный завод. Мы сегодня имеем хорошие компетенции в деревообработке, производстве мебели, части сельхозмашин, производство, в том числе, бумажных тканей. Мы сегодня работаем, так сказать, со щитовой мебелью, это производство мебели из ДСП, ряд предприятий. У нас очень много швейных предприятий. Кроме того, глава региона предложил совместный проект по созданию мемориала на месте геноцида в посёлке Бронная гора, ведь большинство из погибших были евреями. Я разработал такой проект, пока за свои деньги, эскизные проекты, для того, чтобы, так сказать, построить там определённый мемориал. Если у вас будет желание, мы можем ознакомить вас с эскизными, так сказать, проектами, таким деревичным. Мы такую идею можем только приветствовать, потому что, как я уже сказал, для нас исключительно важны вопросы памяти о Холокосте. И поэтому, то есть, конечно, еврейская история – это не только Холокост, но это, безусловно, важнейший, один из важнейших её элементов. И поэтому любое действие, целью которого является сохранение памяти о жертвах Холокоста, оно исключительно важно. Обязательным пунктом визита Цвеймиркина стало посещение святой земли Брестской крепости. Гость возложил цветы к вечному огню в память о трагических и героических событиях, которые здесь произошли. Кроме того, планировалось посещение ряда предприятий региона.